причем знаешь такое гулял гулял по пляжу и хоба скрижаль нашел подожди еще одна но это сломанная это сломанная скрижаль почему здесь так много скрижали валяется как будто просто кто-то ключи потерял заходи не хочу вставляем скрижаль что у нас здесь есть сканирование показала что это сооружение сделано из металлического сплава небывалой прочности совпадение в базе данных не найдено проводится структурный анализ конечно это же инопланетные технологии давай ножик уберем на все эти пожарные то вдруг и на ложке выскочат скажут у тебя нож мы тебя щас пристрелим ты очень опасен конечно с таким-то ножом я по вижу 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 какую-то штуку ты кстати слышишь да какой здесь эхо блин надеюсь здесь ловушек нет здесь аж в глазах все рябит что это такое может сканер поможет чего терминал базы данных давай нажмем неизвестный язык попытка перевода идет загрузка данных инопланетных языков и походу наш кпк не смог перевести то что там было написано блин наиболее вероятный способ управления данным комплексом попасть в комнату управления в нижней секции это нам сейчас придется с тобой спускаться на вот эта дверь прям видно что это дверь открыть ее пока не могу план поехали вниз о тут такой зелененький взять ионный куб давай сканер нам вначале вдруг это опасная вещичка я его возьму и растаю ты слышь как он скрипит он давай возьмем кофе красавчик надеюсь он мне поможет как-нибудь отсюда выбраться на основе него я сделаю какой-нибудь двигатель может анализ узоров на стенах не смог определить их предназначение является ли они эстетическими или конструктивными требуется дополнительные данные я сам понятно я тоже не разобрался нифига так почему это стиль постоянно ножик в еще один куб а сколько он места занимает вообще в инвентаре совсем маленький давай заберем пришел короче кинал ложкам на крабль на корабль и граблю их забираю у них зелененькие кубы еще одна надпись опять неизвестный язык попытка анализа бла-бла-бла и вижу спуск вниз нифига себе вот это лифт а круто ничего себе честно я не ожидал что я попаду на инопланетную базу и тут будет так нереально круто подожди а ну да он работает до сих пор обратно я выберусь это какая-то что это такое посмотри это вода ну да это вода ты хочешь сказать что сюда корабли заплывают то есть мы отсюда можем выплыть здесь открыто да ну да ты посмотри вот мы можем сюда просто заплыть по идее нам даже скрижаль не нужна была двигаемся дальше какую-то комнату заходим блин был бы круто если бы я здесь и на ложку встретил опачки 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 смотри что я тут нашел это похоже на оружие сканер где-то у нас инопланетное ружье ну прям кэпы так значит у меня тут дилемма мы можем пойти туда не понял а чё ты вылез залезь обратно прикольно так есть возможность пойти наверх либо пойти туда но нам сказали чтобы дойти до комнаты управления всей этой штуки нужно спуститься вниз опа что это такое это же скрижаль взять пурпурную скрижаль заберем давай-ка мы ее заберем пошли дальше не зря все-таки сюда поднялись мне кажется пригодится это скрижаль опачки 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 что это такое устройство я подошел и оно раскрылось смотри сканерем машина судного дня что-то как-то звучит не очень сканирование указывает на то что данное устройство содержит данное устройство содержит достаточно потенциальную энергию чтобы уничтожить всю планету вместе с большей частью солнечной системы к счастью оно неисправно ух это хорошо а то если бы я подошел она бомбанула было бы не очень я бы пол солнечной системы уничтожил был виновником такой масштабной трагедии я вижу что сканирование показать что комната управления комплексом находится за этим проходом кстати не зря я значит скрижаль взял вставляем заходим может ножик достать но я достаю ножик и серьезное такому-то управление здесь же ничего нет кроме вот этой светящей штуки высунулись высунулись высунулась все повысовывалось взаимодействовать ну-ка не трогай опачки руку поймали ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой твою аааааа больно что-что-что происходит панель управления передает сообщение перевод предупреждение инфицированные лица не смогут отключить орудие эта планета находится под карантином твою ж мать эта планета под карантином, я здесь нахожусь, я инфицирован и в любом случае я бы не смог отключить эту установку. Вот это веселуха. Слушай, ну я так понял, что я могу как-то излечиться, потом прийти сюда и отключить эту установку. Мне нужно найти лекарство, я понял. Всё, валим с этого места, короче. Спустимся ещё чуть-чуть пониже. Очень забавно, что здесь никого нет. Ооо! Блин! Долбанная гравитация! Я привык, что я под водой мог прыгать откуда угодно, ну точнее, спускаться на дно, всплывать, а тут спрыгнул и чуть ноги себе не отбил. И кстати, я хочу пить. Мы ещё, по-моему, вот здесь не были, да? Да, мы вот здесь вот ещё не были, или я отсюда пришёл. Вот здесь мы ещё с тобой не были. И я чертовски хочу пить воды. Ого-го! Это похоже на какой-то портал. Правда, он не работает. Ну да-да-да, по-любому это портал. Всё, ладно. Хватит осматривать эту инопланетную конструкцию. Побежали быстрее на нашу спасательную капсулу. Мне, в принципе, там больше нравится. Здесь, конечно же, просторно, но не очень уютно. И к тому же я пить хочу. Думаю, отсюда мы с тобой выплыем. Учитывая тот факт, что нам сказали, что мы инфицированы, давай проведём самосканирование. И посмотрим, что с нами произошло. Бактериальная инфекция в вашем организме прогрессирует. Обнаружено раздражение кожи и реакция иммунной системы. Требуются дополнительные данные для определения штампа бактерий. Вот это поворот. Причём заражён я был не от той иглы, которую вонзили в меня. Она лишь просканировала меня. И также подтвердила, что я инфицирован. Фюх, доплили. Наконец-то. Теперь я смогу взобраться в свой новый жилой модуль. Только как в него залезть? Не понял. Подождите, подождите. Где вход? Как в него взобраться-то? Только не говорите, что в него взобраться можно только через верх. Да нет, вроде там ничего такого нет. Прыгать я умею, умею. Давай запрыгнем. Вот так вот. Блин. Он весь закупорен. Как в него забраться-то? Вот это прикол. Построил, а залезть не могу. Значит, нужно сделать приспособу, которая поможет мне в него залезть. Где строитель? Строитель. Ааа, ты посмотри. Короче, я понял. Это у нас обычная многоцелевая комната. То есть, ну, грубо говоря, это бочка. Ее мы можем обустроить. Вот таким макаром. Каким макаром, ты спросишь? А вот таким. Смотри, мы можем сделать туда окно. Можем запилить туда люк, который поможет нам войти в эту комнату. Ну и, естественно, прицепить туда вот такие угловые стеклянные отсеки. Либо же усилить корпус. Ну, в общем, все в таком духе. Давай же сперва мы сделаем люк. Я его хочу сделать снизу, чтобы доступ... Ааа, обломись. Обломись. Снизу ты нифига не сможешь делать. Придется делать сбоку. Ээ, екарный. Нифига себе, ты посмотри, как он будет пристыковываться, вот этот люк. Я думал, я просто дырку в корпусе вырежу и сделаю в ней дверь. А тут, оказывается, вон какая система. Ну ладно, давай, пусть так будет. Вход у нас будет сбоку. Есть люк готов. Ништяк. Мы можем туда зайти. Давай заходим. Жилище, внимание. Работает только аварийный источник питания. Выработка кислорода отключена. Ага, я понял. Здесь нет кислорода. Блин, прикольно. Я нахожусь в своем жилом модуле. В комнате отдыха. Нужно только, правда, починить энергоснабжение. Точнее, сделать. Чего у нас там по энергоснабжению? Где нам нужно ее найти? Давай сюда залезем. Вижу солнечные панели. Теплоэлектростанция, которую у меня еще нету, деталь не нашел. О, смотри, что можно сделать. Стационарный воздушный насос. Качает кислород от снабженного энергией жилища по присоединенной трубопроводной сети. В принципе, я могу подсоединить вот эту штуку к моей спасательной капсуле. И все должно работать. Пойдем к титанчику достанем. Забираем оставшееся количество титана. Три штуки. В принципе, с этого хранилища можно уже все забрать. Оп-оп-оп-оп-оп. Фонарика не хватает. Чертовски не хватает фонарика. И делаем вот эту штуку. Как мне ее приспособить? Что-то у меня такое ощущение, что я нифига не могу приспособить ее к спасательной моей шлюпке. Сюда могу. А сюда не могу. Скорее всего, потому что это не жилой модуль. Тогда, тогда нам придется делать солнечную панель. Но для этого мне понадобится кварц. Кварц, кварц, кварц. Может, у меня в этом хранилище есть? Нет, его здесь нет. Кварц мы нашли. Сейчас мы сделаем солнечные батареи. Как же мне повезло, что я сделал все-таки вот этот модуль на поверхности. Потому что под водой навряд ли мне бы удалось поставить солнечные батареи, да и солнце попадало бы меньше. Солнечные батареи делаем. И обломись. Поставить я ее сюда никак не могу. Может, нам просто поближе подойти надо? Давай попробуем. Так. О, ништяк, 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 ништяк. Солнце, где ты? Где ты светишь? Солнце, вон оно, прямо над нами. Значит, солнечную панель ставим прямо вот тут вот. Вот тут вот давай. А может быть, вот так вот мы ее поставим? Прямо на солнце будет, смотри. Смотри-ка. Ставим. Кривоватенько немножечко, но ничего. Оу, еее, солнечная панель. Жилище, энергоснабжение восстановлено. Все основные системы активны. Ништяк. Теперь, чтобы мне не париться и не перепрыгивать вот с этого модуля, вот на этот модуль мне нужно сделать лесенку. Лесенка, где ты? Вот она. Смотри, какая она крутая. Как раз титана у меня хватает. Сейчас попробуем это сделать. А, кажется, обломался я с лесенкой. Давай посмотрим, что это за лесенка. Это лестница для соединения двух этажов. Короче, я лажанулся. Нет у меня нормальных лестниц еще пока. Нужно где-нибудь их отсканировать. В общем, залазим внутрь. Добро пожаловать на борт, капитан. Ничего себе. Ничего себе. Круто. У меня тут своя Алиса, что ли, есть, которая со мной болтать будет. Так. Нам здесь чертовски не хватает окна. Окно мы не можем сделать, потому что не хватает стекла. Бежим в нашу спасательную капсулу. Ух ты. Смотри-ка, радио мигает. Ну-ка. Че нам расскажет? Воспроизведение предварительно записанного сигнала бедствия. Говорит спасательная капсула 6. Здесь на борту пассажир. Координаты прилагают. Мы приземлились в километре от места крушения, но между нами и местом встречи находится радиация. Прошу немедленной помощи. Шестая капсула. Конец связи. Координаты сигнала повреждены. Приблизительное расположение источника передачи записано в базу данных. Опачки. Опачки. Неужели я сейчас встречусь с пассажиром каким-то? Живым человеком? Надо бы пойти и спасти его. Пойти и спасти. Где эти координаты? Отмечены они? Я не вижу метки. Я не вижу метки. Маркер. Маркер. Блин, мне надо компас сделать. Че там для компаса нужно было? Ай, блин, умнее. Мне еще нужно и окно сделать, и компас сделать, и спасти. Короче, куча всего. Навалилось на меня, как обычно. Стекло. Для него нужен кварц. Черт подери. Я только что кварц искал. Надо было побольше насобирать. Ладно, полезли. Че за кварцем? Сейчас у меня будет окно. Окно, окно, окно. И сделаем мы его на Аврору. Вот так берем и делаем вот здесь вот окно. О-о-о. Офигенно. Просто круто. Буду смотреть на горящую Аврору. Так, значит, для компаса мы делаем медный провод. Я слышу, что у нас радио опять пидикает. И еще нам нужен чемоданчик с проводами. Так, радио, радио, тихо, че там? Обнаружено 9 новых биологических объектов. Режим. Что-то на инопланетном. Поиск, анализ. Отправка местоположений другим агентам. Нифига себе, мэн и ложный. Сигнал перехватили. И мне его еще и перевели. Шикарно. Компас, компас, компас. Где же ты у нас? Вот он, этот компас. Делаем его. Какой он маленький, слушай. Ну все. Теперь у нас сверху появилось обозначение, в какую сторону мы плывем. На северо-запад, на запад, либо на восток, на северо-восток. Отлично. Теперь я понимаю, куда я хоть двигаюсь. В какую сторону. Будет хоть какой-то ориентир. Так, теперь нам нужно построить с тобой какую-то штуку, которая бы заряжала наши батарейки. Потому что у меня их огромное количество скопилось. Глайдер их высаживает просто нереально быстро. Все инструменты тоже на батарейках. Так что нам нужна эта штука. Где ее найти? Блин, вот оно, зарядное устройство энергоячеек. Эх, я еще не все чертежи нашел. Смотри-ка, зато я могу изготовитель сделать. Так пошли и сделаем его. Прям в этот модуль его. Прям вот сюда. Добро пожаловать на борт, капитан. Ты теперь каждый раз это будешь говорить? Так. Чтобы мне не бегать между спасательной капсулой и вот этим модулем, давай сделаем здесь изготовитель. Повешу его вот сюда, прям вот-вот. Вот тут сбоку его повешу, вот так вот. Надеюсь, он не будет много жрать энергии, а то сейчас отрубится. К чертям здесь все. Ну что, изготовитель. Все работает, вроде все шикарно. Также я могу сделать настенный шкафчик. Отлично. Там я буду хранить все необходимые мне ресурсы. Вот. Открываем шкафчик. О, я переименовать что ли могу шкафчик? Нифига себе. Мой. Все, здесь кроме меня больше никого нету. Так что, офигенно, какой он здоровый. Все, скидываем сюда титан. Соль. Свинец. Круто. Освобожу свой инвентарь наконец-то. О, нифига себе, на что я наткнулся, ты посмотри. Сколько здесь всего. Надо бы сканер доставать, расчехлять. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Тихо, тихо. Внимание, пройдена отметка в 100 метров. Эффективность кислорода снизилась, да. Дело в том, что я одел радиационный шлем. Если я его сниму, меня начнет долбить радиация. Потому что здесь высокий радиационный фон. Мы находимся рядом с Авророй, но до нее я плыть пока не хочу. Так. Что ж, давай попробуем здесь найти, что можно отсканировать. Я уверен, что здесь есть чем поживиться. О, фрагмент биореактора. Давай сканернем. А это что? Это металлолом обычный. Ладно, заберем. Опачки. Кажется, мы можем сюда заплыть. Отлично. Это прям убер круто. И я вижу, что здесь какой-то фрагмент, фрагмент пропульсионной пушки. Сканируем. Ух ты, нифига себе, какая пушка мощная. А здесь что? Я вижу, что там тоже что-то есть, но достать я его не могу. Блин, как? Как мне достать? Там вон что-то лежит. Тоже пушка. Попробуем сосканировать. Да блин. Есть. Пульсионную пушку мы собрали. О, КПК лежит. И там еще что-то лежит. Поплыли. Что у нас тут есть? Можно что-нибудь сканировать? Походу, походу, что нет. Ладно, забираем КПК. Профиль трансгосударства монгольские шахты. Ого, не название. Что-то можно было отсканировать. Где-то что-то видел. О, фрагмент зарядного устройства батареи. Хо-хо. Только что о нем с тобой разговаривали. И вот он, пожалуйста. Один из двух фрагментов я нашел. Что еще можно отсканить? О, почти. Смотри, фрагмент сборщика транспорта. Сколько фрагментов нужно найти? Два из трех найдено. Надо последний фрагмент найти. Так, а это что такое? Ну, сигнал. Это, видимо, местный скайп. Я понял. Что еще здесь есть? Сканернуть. Есть коробочка, которую мы можем открыть. Открываем. Забрали чип. О, смотри, вон там что-то лежит. Это что такое? Это батарейка, кстати. Это же батарейка. Я ее забрать не могу. Я отсканить тоже не могу. Она, видимо, питает лампу. Я понял. Давай посмотрим, что у нас здесь. Здесь есть какая-то штука. У меня с собой шашки же были. Сейчас. Блин. Шашки. Давай, кидай сюда. Что у нас тут есть? Можно что-нибудь сканернуть? Сканернуть нифига нельзя. О, как далеко оттуда. Смотри. Можно заплыть. А у меня мало кислородика. Я понял. Все, пора отсюда бежать. Пора бежать, или мы сейчас задохнемся. Так, что у нас здесь есть? По-новому заплыли куда-то. А здесь у нас... Опа. Фрагмент сборщика транспорта. Еще один. Ништяк. Переносной сборщик транспорта у нас собран. Можно теперь... О, подожди. Это что? Это пушка какая-то? Фрагмент лазерного резака. Ништяк. Ну что, я тебе поздравляю. Мы теперь сможем сделать транспорт какой-нибудь. Учитывая, что все чертежи для сборщика транспорта мы собрали. Командирское кресло. Отсканем. Оно по-любому мне пригодится. Я здесь и командир, и рабочий, и солдат, и все вместе. Фрагмент сборщика транспорта. Еще один. Ну давай отсканем. Все. Вроде бы я здесь все забрал. Выйти. Запечатанная дверь. Разрежьте, чтобы открыть. Но у меня особо лазерного резака нету, я его еще не сделал. Но зато забрал все фрагменты для него. Поэтому приходится выплывать по стариночке. Как заплыл, так и выплываем. Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Что это происходит? Что за фигня? Ты посмотри! Что это такое? Что ты такое? Она со мной базарит? Офигеть! Это чуйная ложка у меня, что ли, приснилась? Воу-воу-воу! Что это такое? Фрагмент комнаты сканирования? Давай сканировнем. Мне это пригодится. Нифига себе, вот эта галлюцинация у меня. Это на меня так инфекция действует, что ли? Опа! Еще один фрагмент комнаты сканирования нашел. Комната сканирования завершена! Отлично! Тихо, тихо! Пришелец, не кусай меня! У меня нельзя есть, я инфицирован, заболеешь еще ненароком. Ух ты ж, нифига себе! О-о-о! Тихо, тихо, тихо! Где мой глайдер? Валим отсюда! Твою ж налево! А, подожди! Помнишь вот эти яйца? Может быть, вот эта штука охраняет их? Фу! Что, что, что? Нифига себе! Ты слышал, какой они звук издали? Короче, надо, надо валить отсюда. А вот он, наш переносной сборщик транспорта. Изготавливает транспорт из сырья. Энерго ячейка у нас есть, смазку легко достанем, титановый слиток тоже легко сделаем. А вот она, наша комната сканирования. Находит ресурсы и обломки в пределах радиосодействия. Ух, вот эта вещь обалденная! Короче, ее нужно будет тоже сделать в следующей серии. Ну что ж, вроде бы мы все с тобой посмотрели, все, что мы нашли. На этом наша серия с тобой подошла к концу. Спасибо тебе за просмотр. Если тебе понравилось, тебе лайкос, комментируйся под видос. Ну и обязательно подписочка, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить следующий крутой видос. О, я кажется проголодался. В общем, все, пока, счастливо, увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok